От 500 человек до 3,5 тысяч. По сравнению с 2011 годом, когда экономический форум Оренбуржье-Сердце Евразии проводился впервые и был мероприятием местного уровня, его представительность увеличилась многократно, а статус стал международным. Иностранных участников около 200. Они представляют полтора десятка стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Основной вектор мероприятия прежний – евразиатская экономическая интеграция, в которой наша область отводит себе особую роль. В эфире «Акценты дня» в студии Виталий Дерябин. Здравствуйте! Традиционные партнеры – Казахстан и Беларусь. Объединенные с Россией в Евразийский экономический союз, они продолжают стремительно наращивать торговлю с нашей областью и расширять сферу контактов. Действуют договоры о дружбе и сотрудничестве между Оренбуржьем, Гомельской и Могилевской областями Республики Беларусь. Белорусская делегация вошла в список постоянных участников нашего форума. Вот и в этот раз в его рамках собиралась рабочая группа по вопросам взаимного сотрудничества, которая констатировала, за прошедший год мы еще более продвинулись в деле реализации достигнутых ранее соглашений. На полях Оренбуржья все больше белорусской сельхозтехники, в магазинах белорусских потребительских товаров, а в перспективе – поставки дорожных машин и автобусов. Оренбуржья продает сырье, металлопрокат, радиаторы. Итоговая цифра годового товарооборота превысила 400 миллионов долларов. Товарооборот за этот промежуток вырос практически на 40%, а в оба направления. Я не говорю, что мы сюда больше или вы туда. У нас просто это диалог и партнерские отношения. Также уверенно растет товарооборот и с соседями из Казахстана, например, с Актюбинской областью на 20%. Бестаможенная общая граница не препятствует свободному взаимному перемещению товаров, которые все прочнее обосновываются на рынках обоих регионов. Плюсом к этому большой туристический поток. Солилецкое направление – самое любимое и востребованное у жителей соседней области соседнего государства. Потому предметом обсуждения на заседании совместной рабочей группы стали в том числе и проблемы очередей при пересечении границы, которые особо ощутимы в летний сезон. Кроме того, речь шла о продолжении взаимной экономической интеграции с привлечением казахстанских инвестиций в наш бизнес и наоборот, а также расширении гуманитарно-культурных связей. Вскоре, кстати, ответный визит Оренбуса в соседнюю область. В ее административном центре пройдет очередной экономический форум «Октабэ Инвест», который станет новой векой на пути укрепления добрососедства. Одно из главных направлений – это направление развития производства, развития торговли, развития туризма. Потому что мы соседи, нам сам Господь Бог велит, чтобы мы общались, дружили, торговали и были партнерами. Сейчас акцент, конечно, это развитие внутреннего туризма, это есть темы резервы и, конечно, акцент на малосредний бизнес. Вот в этой части нам есть место, где поработать. Новый евразийский экономический вектор априори предполагает и обретение новых стратегических партнеров. Таковым для России в целом и для Оренбурга в частности становится Узбекистан. Бывшая республика Советского Союза отличается устойчивым развитием и имеет традиционные связи с нашей страной. Оренбуржье среди прочих российских регионов к Узбекистану расположено ближе всего. На нашей территории проходит таможенную очистку львиная часть узбекского плода овощного экспорта. Потому именно в Оренбургской области, в Солилецком районе, Узбекистан планирует строительство своего логистического центра, в который будут свозиться товары, произведенные в республике, для дальнейшего распространения по России. В рамках форума делегация Узбекистана ведет переговоры о конкретике, где именно строить этот центр, за счет каких инвестиций, в какие сроки. Об этом в первый день форума заявил Юрий Берг. В числе приглашенных им лично гостей Хаким, глава администрации Ташкентской области, Гуламжон Ибрагимов. Наш губернатор считает, что торговые и гуманитарные контакты с Узбекистаном в самом ближайшем будущем выйдут на новый уровень. Еще на питерском форуме мы встретились с Хакимом Ташкентской области, договорились о сотрудничестве. Три встречи было в Ташкенте, одна в Санкт-Петербурге, четыре, и здесь уже пятая. Наиболее полную картину Международного экономического форума «Аренбурзе сердце Евразии» представляет телеканал ОРТ в вечерних информационных выпусках. Они целиком посвящены событиям и темам форума. Кроме того, обзор его важнейших мероприятий с интервью участников смотрите в субботу в «Больших акцентах». А это были «Акценты дня». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова